В актовом зале гимназии номер 3 прошел республиканский форум развития школьного ученического самоуправления, где участие приняли представители ученических самоуправлений образовательных учреждений Хасавюрта и многих районов республики. Цель встречи – ознакомление участников с основными принципами развития школьного самоуправления. В качестве почетных гостей были приглашены заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Лариса Калмакова, министр энергетики, транспорта и связи Сагид Пашаумаханов, глава муниципального образования города Хасавюрт Зайнудин Акмазов, эксперт программы ученического самоуправления в Ставропольском крае, федеральный тренер Российского союза молодежи Марина Вильева, начальник городского управления образования Руслан Ибрагимов, также все директора городских школ. После официального торжественного открытия первой выступила с приветственной речью заместитель министра образования Лариса Калмакова, которая отметила, что развитие высокоорганизованной личности является приоритетным направлением. Молодежь, воспитанная в высоких культурно-моральных ценностях, смело может представлять Дагестан на любом уровне. На вас надежда не только Министерства образования, но и всей республики, потому что, ребята, сейчас вы все понимаете, основная цель – это воспитание патриотического направления, это духовно-нравственное, и чтобы мы все в республике Дагестан понимали, что без вас, без поколения, которое сейчас находится в этом зале, дальше развитие республики невозможно. В завершении своего выступления от имени министра образования Республики Дагестан Шахабаза Шахова Лариса Петровна объявила благодарность основоположнику Ассоциации ученического самоуправления Хасавюрта Адмураду Маханову и эксперту программы ученического самоуправления в Ставропольском крае Марине Вильеву. Далее, со словами приветствия всех участников форума, выступил бывший глава Хасавюрта, а ныне министр энергетики, транспорта и связи Сагид Паша Умаханов, отметив, какую роль играет ученическое самоуправление в сфере образования. Это нам необходимо, почему, потому что школы иногда воспитывают детей. Когда уже заканчивают школы, даже были школьники, выходили в леса. И никто им не объяснял, где правда ввели заблуждение наших детей. И мы потеряли очень много дагестанцев, мужественных, порядочных людей, которые ввели заблуждение. Чтобы наши воспитывающие дети, внуки, чтобы они росли грамотными, умными, образованными, чтобы их заблуждение ввели, вот надо местное сопровождение создать. И я саролик этого. В продолжении мероприятия выступил глава города Зайнудин Акмазов, говоря в своей речи, насколько целеустремленная и волевая молодежь к Савюрте, за которой стоит перспективное будущее. Люди, которые прошли, ученики, которые прошли систему самоуправления школьного, они, это начальный этап, это низшее звено, школьное самоуправление, начальное, низшее звено, но очень важное звено системы формирования гражданского общества. В ходе форума с основным докладом обо всей структуре и системе ассоциации ученического самоуправления выступил главный инициатор мероприятия и первый председатель данного объединения Хаджи Мурадо Маханов. Цель создания ученического самоуправления заключается в воспитании личности с высокой демократической культурной способностью к социальному творчеству, умеющим действовать в интересах общества и государства, отмечает он. Развитие ШУС было первым решением воспитания патриотического, духовно-нравственного сознания учащихся. Деятельность ученического самоуправления и общественных организаций приобрели особую значимость. Ученическое самоуправление должно было занять достойное место в образовательном воспитательном процессе и рассматриваться как первоочередное условие формирования активной социальной позиции. В завершение основной части мероприятия в диалог с участниками форума вступила Марина Вильева. Являясь экспертом программы ученического самоуправления в Ставропольском крае, она отметила все ключевые моменты и основополагающие принципы развития данного направления в образовательных учреждениях страны. Бика Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс».